Добрый день, меня зовут Юлия, и я руководитель отдела рекламы и маркетинга компании столицы Нижней Риэлти. Мы продолжаем цикл обучающих видео в рамках нашего практикума. Сегодня мы поговорим об эргономичных планировках. Что это такое? На что обратить внимание при выборе квартиры? Простыми словами, эргономика – это принципы планирования пространства таким образом, чтобы каждый квадратный метр был удобным и функциональным для его жителей. Поскольку удобство понятие индивидуальное, сегодня мы рассмотрим две разные планировки классического и евроформата в жилом комплексе «Новая Кузнечиха». Поехали! Мы находимся на пороге квартиры. Обратим внимание, во-первых, что двери довольно широкие, что позволяет пронести крупногабаритную мебель, путь-то диваны или шкафы. Теперь обратим внимание на то, что двери открываются в разные стороны. Данная дверь открывается на себя, соседняя открывается внутрь квартиры. Это сделано для того, чтобы соответствовать всем требованиям норм пожарной безопасности. В случае эвакуации двери не перекроют друг друга, и жители обоих квартир смогут выйти спокойно наружу. Далее мы оказываемся в прихожей. На что в первую очередь обращаем внимание? Что при входе в квартиру есть определенный порог, который позволяет не разносить грязь по всей квартире, а оставить ее здесь на коврике у входа. Смотрим на левую часть. Здесь есть выступ, благодаря которому можно поставить довольно широкую обувницу и поставить несколько пор обуви. С правой стороны у нас довольно большое пространство, где можно расположить либо шкаф во всю стену, куда можно уместить вещи всей семьи, либо, например, его сделать половинкой. При этом не нужно пугаться розеток, которые здесь установлены, потому что их можно спокойно перенести в другое место. При этом все провода можно спрятать в кабель-канала, который находится в плинтусах. Далее мы попадаем в санузел. В данной квартире он раздельный, что тоже довольно важно при большом количестве людей в семье. Пойдемте в ванную. Хотя в ванную мы видим, что довольно много пространства, и для того, чтобы поставить стиральную машину, для этого здесь выведены розетки. Как раз по нормам две розетки, которые должны быть. Сюда как раз вместится стиральная машина, и также остается довольно просторное место и для прохода, и для установки, скажем, корзины для белья, или какого-нибудь компактного шкафчика. Зона раковины позволяет также использовать пространство как под раковиной, можно поставить также шкафчик, где хранить какие-нибудь принадлежности для ванной, а также над ванной. Во-первых, можно установить шкафчик. Во-вторых, здесь есть предустановленные провода для подсветки большого зеркала, которые вы также можете установить. Еще на что нужно обратить внимание, это то, что ванна закрыта съемным экраном, внутри которого также есть место для хранения, допустим, моющих средств или другого инвентаря. Мы в детской. Это довольно компактная комната, но на квадратной планировке. Что это значит? В чем плюс квадратной планировки? Именно в том, что по каждой стене можно расположить любой предмет интерьера, будь то кровать, рабочий стол или шкаф. Абсолютно в любой конфигурации можно это сделать. И также еще останется место для игр ребенка. Поскольку сама комната квадратная, то и розетки предусмотрены в каждом углу комнаты. Опять же, для того, чтобы можно было расположить любой предмет интерьера в любом углу. Теперь мы оказываемся в довольно просторной спальне, порядка 13 квадратных метров. Обратим внимание, что место для установки кровати несколько сдвинуто от центра, для того, чтобы справа можно было поставить довольно уместительный шкаф. Поэтому, если для вас важно, чтобы в спальне был собственный шкаф, обращайте на это внимание. Рядом с кроватью остается место для установки прикроватных тумбочек. И розетки размещены таким образом, чтобы тумбочки как раз их закрывали и скрывались с глаз. Тем временем выключатели установлены на таком уровне, чтобы до них могли дотянуться не только взрослые, но и дети. Дом только заселяется, поэтому немного шумно, не обращайте внимания. Для комфортного сна важно, чтобы солнце не мешало ранним утром. Поэтому обращайте внимание на то, куда выходят окна вашей квартиры. В нашем случае солнце появляется в этой комнате только после обеда, поэтому это даст вам нормально выспаться в любой день. Из спальни мы попадаем в теплую лоджию. Что это значит? Это означает, что на ней установлен радиатор, который обогревает ее даже зимой. Это позволяет вам расположить на теплой лоджии все, что вы захотите. Это может быть уединенная зона с креслом для чтения, или место для хобби, или даже ваш кабинет. Давайте посмотрим. На этой лоджии, во-первых, есть освещение, что позволяет вам использовать ее в любое время суток, а также розетки, которые позволяют подключить какие-либо приборы. Обратите внимание, что здесь довольно широкое пространство, которое при желании можно было бы использовать для установки некого места хранения или шкафа. Однако, так делать нельзя, потому что данное место является зоной эвакуации при пожарных ситуациях. Оно как раз располагается таким образом на длину вытянутой руки. Поэтому при случае пожара человек должен встать сюда, и, соответственно, к нему не будут попадать продукты горения, пока он будет дожидаться эвакуации со стороны улицы, со стороны окна. Теперь посмотрим на конфигурацию самих окон. Первое, что мы видим, это то, что все окна открываются, что позволяет их спокойно помыть без каких-либо затруднений. Вы можете обратить внимание на то, что здесь довольно необычное расположение окон снизу. Для чего это делается? По нормам безопасности высота ограждения должна быть не менее метра двадцати. В обычных квартирах это может быть глухая стена, которая скрадывает лишнее солнце и лишний свет. В данном случае здесь как раз установлены стекла, что позволяет и сохранить зону безопасности, и дополнительный свет создать для освещения в комнате. Обратите внимание, что здесь на одном из окон также установлены клапаны приточной вентиляции Airbox, для того, чтобы в вашей спальне всегда сохранялся комфортный микроклимат. Ну и главным местом сбора всех домочадцев обычно является кухня. Давайте посмотрим на нее. Мы находимся в классической планировке. Кухня 14,5 квадратных метров. Обратим внимание, что поскольку все коммуникации зашиты в короба, образуются некие выступы, которые можно довольно грамотно использовать при планировании кухни. Образуется небольшая ниша, в которой очень логично впишется холодильник и будет немножко утоплен в стене, что сэкономит пространство для оставшейся кухни. По этой стене как раз можно разместить кухонный гарнитур, грязную зону, мойку и место для приготовления пищи. Соответственно, остается довольно большое пространство для обеденного стола, где могут собираться вся семья. Каждая хозяйка знает, что когда готовишь на кухне, все запахи быстро распределяются по всей квартире. Чтобы этого избежать, застройщикам предусмотрена естественная вентиляция, которая работает в связке с приточной вентиляцией на окнах, что позволяет избежать распространения запахов по всей квартире и к соседям. Как и во всей квартире, большинство розеток располагается внизу. Однако, одну розетку застройщик специально вынес повыше, чтобы она не перекрывалась кухонным гарнитуром, и удобно было использовать такие приборы, как, скажем, миксер, блендер или соковыжималка. Окна на кухне выходят во двор, что, во-первых, позволяет избежать шума и пыли с проезжей части, поскольку у нас двор без машин, а, во-вторых, одним глазом можно всегда присматривать за детьми. А теперь мы оказались в аналогичной квартире, только европа формата. В основном все те же элементы, описанные выше, остаются и в этой планировке, но есть несколько серьезных отличий. Мы с вами в спальне. Обратим внимание, здесь у нас место под кровать располагается строго по центру, что уже не позволяет разместить, допустим, шкаф по соседней стене. Но место под хранение в этой квартире тоже мы найдем. Это ниша под гардероб. В прихожей выделено специальное пространство для установки большого шкафа или гардероба, который можно установить во всю высоту, и там спокойно разместятся вещи всей семьи. Главным отличием европланировки от классической является то, что комнаты более компактные, но кухня более вместительная. И вот мы оказались в кухне площадью порядка 17 квадратных метров. Что это значит? Что у вас полет фантазий для зонирования этого пространства. Посмотрим также на выступы, которые образовались за счет зашивки в коробах коммуникаций. Здесь точно так же можно поставить холодильник, немножко утопив его в эту нишу. Дальше вариантов масса. Вы можете сделать одну большую кухню-столовую, расположив по этой стене рабочую зону, большой стол для приема гостей, может быть, с барной стойкой или каким-то островом. Либо вы можете разделить пространство на две части. С одной стороны у вас будет рабочая поверхность, стол для обедов с семьей, а здесь у окна можно поставить компактный диван, повесить телевизор, и вот у вас уже гостиная зона для приема гостей и приятных посиделок с семьей. Что здесь еще интересного? Выступы всегда можно обыграть. Например, здесь можно поставить угловой стеллажик, также в том углу можно поставить какую-нибудь этажерочку для милых безделушек или книг. Вот, пожалуй, все моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе планировки. Важный момент. Выбирайте не количество комнат и квадратных метров, а сценарий вашей жизни. Тогда ваша планировка будет соответствовать именно вашим требованиям. Желаем вам удачи в выборе квартиры вашей мечты.